Не у всех политиков сегодня в День памяти была возможность почтить погибших и озаботиться судьбой ветеранов. Кого-то из них попросту нет в Украине. Например, у главного радикала Олега Лешко австрийские каникулы. По данным интернет-сми, 7 мая он отправился в Вену. Сообщают, что далее у него в планах альпийский курортный городок Клагерфурд. Компанию ему в очередной раз составили друг и кум Юрий Сухин и киевский студент Даниэль Лайс. В таком составе туристов часто видят в последнее время. С Сухиным, кстати, главный радикал провел новогодние каникулы в Таиланде. И с ним, и с Лайсом он уже ранее посещал и австрийскую столицу. За какие деньги путешествует Лешко, вопрос этот интересует и блогеров, и журналистов, и даже коллег политика. Нардепы всех фракций обратились в НАПК с просьбой проверить этот недешевый отдых парламентария, поскольку только авиабилеты в Пхукет, по данным СМИ, обошлись ему в сумму более 100 тысяч гривен. И должны были отразиться в декларации, но в документе о роскошных путешествиях ни слова. Как нет там и сведения о купленном в начале этого года элитном особняке площадью в 550 квадратных метров. Напомню, этим приобретением нардепы заинтересовались детективы НАБУ. Кстати, только за последний год Лешко и его сожительница приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен. При том, что официально никто из них бизнесом не владеет. Откуда все это богатство? Даже на допросе в антикоррупционном бюро Лешко ответов не дал. Зато коллеги нардепов, в частности Надежда Савченко, заявила, что однопартийцы Лешко торгуют голосами.